Озвучил Зози. Сериал BTS Monuments Beyond the Star уже выходит эксклюзивно на моём бусте и доступен для Дона ВКонтакте. Все ссылочки вы найдёте в описании. Озвучено при поддержке телеграм-канала BTS Time News. Шустрый агрегатор новостей по BTS. Шучита. Время выпить с Шугой. Шустрый агрегатор новостей. Очень рад снова встретиться. Айо. Артистка, выпустившая две песни с Шугой. Артистка с уникальным тембром и неповторимыми чувствами. Всеобщая знаменитость. Певица и актриса Айо. Это Гион Бан. Гион Бан выглядит так красиво. Больше еды ещё в пути, так что не волнуйся. Да, я просто скажу привет от себя. Наконец-то мы встречаемся на Шучита. Не получить 10 миллионов просмотров – это не причина. Я не просил прийти в шоу, потому что ты была занята. Верно. Ты так занята. Ты тоже занят. Сейчас я ничего не делаю, мой тур окон. Мультур закончился. Я всё. Кроме Шучиты у меня больше ничего нет. Да неужели? Только рекламу снимаю на неделю. Так, ты сегодня гость, а не ведущий. Но вненько ты не была гостем на шоу, верно? По дороге сюда меня поразило, что прошло так много времени, если подумать. Ведь всегда встречая гостей на моём шоу, мне так легко быть с гостем. Я пришла с лёгким сердцем. Но Шучита у нас гости приносят алкоголь или напитки, которые ему нравятся. Да. Что ты принесла сегодня? Ты говорила, что у тебя должно быть что-то. Верно. Я принесла два вида. Что думаешь? Месут гора. Персиковый. Это как персиковый сироп. Это то, что я часто пью в эти дни. Если вам нужно быстро набрать вес, это всё, что вам нужно. Тебе нужно быстро набрать вес? Примерно через три дня вы прибавите три килограмма. То, что ты ешь, влиятельно. Это напрямую зависит от веса. И зачем ты это принесла? Тебе нужно набрать вес? Нет, она просто вкусная. Мне хотелось показать что-то новое, и я принесла напитки, которые я знаю. Ладно, я и говорила, что принесёт месут гору для меня. Есть ли рецепт для этого? О, это ты изо всех сил постарался. Вау, сахар или лоза? И стевия? Мне ещё, я не знаю, что тебе нравится. Но сегодня я пришла, чувствуя себя немного уставшей. Но как только я вошла в здание, я сразу проснулась. Почему? Это мой первый визит в хайп. О, это правда так, по-другому. Почувствовала вкус капитала? Это огромный капитал. Когда я вошла в лифт, он был таким большим и глянцевым. У нас где-то 11 лифтов. И они тщательно проверяют вашу личность, когда вы приходите. Мой паспорт. Я сегодня забыла айди-карту. Паспорт? Мой паспорт, они проверили его. А нельзя просто сказать, что я, разве так нельзя? Никогда не знаешь, вдруг меня могут выгнать. Это же хайп. В любом случае, здание потрясающее. А у кого-нибудь еще есть такие же здания? Я был во многих разных компаниях. Это забавно. Ты действительно выложился на все сто. Чувствуй себя как дом. Ух ты. Давай продолжим. Мы говорили о мисудгару до этого. Ты будешь делать его по рецепту? Мы говорили о мисудгару. Ты должна быть очень устала. Я немного не в себе. Но я попробую. Я сделаю один для тебя. Хорошо? Давай, хорошо. Тебе нужно молоко или вода? Молоко, молоко. Молоко. Прежде всего, добавьте немного льда. Ты правда часто пьешь мисудгару? Почему, почему, почему? Мне нравится добавлять много мисудгару. Я не об этом. Не нужно ли сначала слив жидкость? А, нет, 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 нет. Смотри. Ты выглядишь растерянно. Не, не, не. Просто смотри, что я делаю. Сначала немного сахара. Я раньше не пробовала с солюлозой или со стевией. Сегодня добавлю всего понемногу. Это ведь не наказание. Я никогда раньше не видела аллюлозу. Еще добавлю ложечку стевии, раз ты приготовил это для меня. Ты добавляешь все вкусное? Да. У меня много воспоминаний о мисудгару. Ты пробовал? Тебе нравится мисудгар? Я не криво обычно, но когда я был подростком, меня не пускали в школу, пока я не позавтракаю. Так как я обычно не любил завтракать, мне нужно было выпить хотя бы мисудгар, так что я помню, как часто его пил. Но из-за него сильно набираешь вес. Это правда, от него набираешь вес. Но поскольку я люблю сладенькое... Вот, смотри. Я налью немного молока. Я сначала положила порошок, потому что на самом деле не нужно сначала добавлять жидкости. Это делается потом. Будет встряхивать, чтобы перемешать. И встряхиваем. Сначала порошок. Да, я вижу. Если не смешивается, может, воспользуешься блендером? Нет, мне не нравится смешивать-то. Правда? Потому что я... Но комочки не растворяются. Но я... Я пью его так, потому что мне нравятся маленькие комочки. Так что вместо того, чтобы смешивать в блендере, я ем вот так. Как будто ешь твердую пищу. Ну, похоже, он плохо смешивается. Я знаю. Но... Выковыривать комочки в конце, чтобы съесть самое приятное. Да ладно, только не снова. Я серьезно. Правда. Только не снова. Дайте я немного встряхну. Смешивая все вместе. Но все равно получается неоднородно. Мы можем поделиться этим друг с другом. Мы можем? Да. Может, тоже сделаешь? Как и ты? С газированной водой. С газированной водой? Хорошо. Вкусный и густой. Наверняка он очень сладкий, да? Да. Если... Если ты ешь много сладкого, это вредно для твоего здоровья. Ты участвовал во многих развлекательных шоу, я могу это сказать, потому что у нас никто никогда не смотрел в камеру. Я говорю, глядя в камеру. Никто так не делал, чтобы говорить со зрителем. О, как и ожидалось. Не ешьте слишком много сладкой закуски. Певицы с 15-летним стажем разные. Чувствуют гордость. Вот. Спасибо. Попробуем сначала мисс Утгар. Хорошо. И поговорим о музыке. Хорошо. Выпьем. Твое здоровье. За здоровье. Это правда? Пш-пш. Эй, армия. Хочешь получить эксклюзивный контент и поддержать озвучки? Тогда подписывайся на мой Бусти. Там ты найдешь то, чего никогда не будет на Ютубе. Шоу с участием любимых мемберов. Кухня Джинни. Кстати, спин-офф уже вышел. Фильмы. Ранние доступы. Многое другое. Все это ты найдешь только на моем Бусти. И помни, что все ролики выходят так быстро только благодаря вашей поддержке. Поэтому не забывай оставлять лайк и писать комментарий. А ссылочку на Бусти ты найдешь в описании. Вкус такой, как у круглых соленых хлопьев. Знаешь круглые соленые хлопья? Как хлопья. Попробуй, вау. Это вкусно. Комковатая текстура лучше. Это вкусно. Вкус заставляющего смеяться. Это вкусный мисугару. Давай теперь поговорим о музыке. Да, давай поговорим. Первая песня, над которой мы работали вместе, была Эйк в 20-м году. Почему бы нам не поговорить об этом подробнее? Наши фанаты захотят узнать больше. Хорошо. Я не был твоим первым выбором для того, чтобы делать совместные песни. Ты правда хочешь об этом поговорить? Нам нужно вдаваться в подробности. О, хочешь подробностей? Тогда ладно. Сначала я спросила Юнги, а не могла бы я получить номер РМа? Если бы ты сделала коллапс РМом, что бы это было за песня? Я думаю, это было бы что-то серьезное, потому что мысленно в то время я была не в самом лучшем месте. И я хотела передать все эти эмоции в песни. Поэтому я спросила у тебя, не мог бы ли ты мне дать номер РМа. Но я никогда не звонила ему. Я спрашивала, о чем? Прося у тебя его номер, мне потребовалось много мужества, и у меня возникло желание сделать это быстро. Вот как я себя чувствовала. Но после того, как получила номер, он же не знакомый мне, и я не могла набраться смелости. И просто позвонила кому-то, кого я еще знаю. Так или иначе, в конце концов, я никогда не звонила РМу. И после этого я просто как бы потеряла интерес к той песне. Потом я вдруг подумала об этом, я сначала придумала название. Тебе исполнилось 28? Да, 28. Мне ты говорила об этом. Состояние, в котором я находилась, эти вялые чувства были в постоянном цикле, как цифра 8. Если ее повернуть, это будет символом бесконечности. И поскольку мне тоже исполнилось 28, я подумала, что мне стоит взять восьмерку. И я подумала, было бы здорово сделать это с кем-то моего же возраста. Этот смысл был важен для меня. Верно, ты любишь цифры. Да, люблю. Из всех продюсеров нашего возраста лучший это... Ты. Я не буду это отрицать. Ладно. Вот так все и обернулось. Хотя мы работали очень быстро. Это так? Сначала я дал тебе две песни. Одна была очень яркой, другая яркой и веселой. Но ты сказала, это не то. Я сказал, что напишу еще одну. И ей оказалось хейт. Верно, верно. Я написал до первой мелодии «Ты теперь счастлива» и отдал ее тебе после этого. В 28 лет чувствовала себя постоянно вялой. И порой безнадежно. Но все эти моменты имеют значение. Поскольку ты также выпускаешь альбом, что ты думаешь обо мне, как о продюсере? Ты тот, у кого высокие стандарты, как у продюсера. У меня высокие стандарты? Угу. Я из тех, кто говорит, все подойдет, когда работает. Но я думаю, у тебя высокие стандарты для себя. А, для себя? Когда мы работали над «Эйд» и «People Part 2», ты чувствовал себя по-разному. Правда? Да. Почему? Потому что «Эйд» — это моя песня, а «People Part 2» — твоя. И мы помогали друг другу с каждой из наших песен. Так что, конечно, это было по-разному. У тебя более высокий стандарт, когда ты работаешь над своей песней. И, знаешь, я почувствовала, как ты был строг к себе. Я думаю, что это так, когда я работаю над своим альбомом. Но чувствую большое давление, работая над чужими песнями. А, это понятно. Поскольку это не моя песня, я хочу сделать для других людей хорошую работу. Хочу сделать ее на отлично. Лично я говорю это только сейчас, во вступлении. При написании темы для «Эйд». Когда я писал эту тему, я был немного напуган. Почему? Думаю, людям требуется всего три секунды, чтобы понять, слушать или нет. Сначала этой темы не было, но ты сказала, что должна быть одна. Я сидел такой в студии. Окей. И написал ее очень быстро. И, к счастью, она тебе понравилась. Эта тема была всем для «Эйд». Она вызывает желание продолжать слушать. Что-то в этом есть. Твой голос делал все. Ой, да ладно. Я просто сопровожду. Ну, я тоже не буду отрицать. Ладно, хорошо. Если бы ты снова могла поработать со мной, есть ли жанр, который ты хотела бы попробовать? Если бы я могла снова поработать с тобой, тогда, конечно, хотела бы что-то яркое и веселое. Конечно. Жанр должен быть каким-то новым. Можно было бы спеть танцевальную песню. Мы, мы... Зачем танцевальную? Зачем? Ну, ты же хорошо танцуешь. Хорошо, давай танцевальную песню. Если мы снова поработаем вместе. Что-то по типу джерси-клуба. Кого? Джерси-клуб. А-а-а. Могла бы надеть одежду в стиле хип-хоп. Но надо сделать что-то яркое. Мы можем написать яркий аккорд. Если так, то давай писать слова к песне, в которых нет ни капли философии. Знаешь, у меня тоже были подобные мысли. Поскольку я часто вставляю посыл и свои мысли в альбом. Я больше не знаю, о чем говорить. Я сейчас работаю над альбомом. Ты делишься своими историями через музыку. Но в этот раз я не хочу этого делать. Есть серия, которую я хочу сделать. Я хочу продолжить тему своего возраста, но я не хочу писать слишком много личного. Я не хочу зацикливаться на посыле. Вот почему, когда я пишу тексты в эти дни, то стараюсь писать интуитивно. Ты сейчас работаешь над своим альбомом? Да. Сколько треков? Думаю, это будет мини-альбом. Примерно пять или шесть треков. Будешь проводить промоушен? Я еще не знаю. Но я думаю о туре, так как прошло много времени. Отличные новости, Айо отправляется в туре куда? Я еще не решила. Но я хочу побывать в местах, где еще не бывала, и встретиться там со своими фанатами. За границей? Да, мировой тур. А из-за пандемии есть так много городов, которые я люблю. Но я не смогла там задержаться. Так что если это будет возможно... Твои концерты всегда получают отличные отзывы. В прошлом году в Джамсиле я проезжал мимо на своей машине. И я видел фейерверк. Концерт «Золотой час». Многие мои друзья пошли. Ты мембер тоже. Я видел одно выступление. Меня не пригласили. Только не снова. Я видел только одно выступление. Ты будешь говорить об этом, и когда нам будет 40? Я видел, как ты исполнял Эйд на Ютубе. Концерт «Золотой час» был воплощением гламура. Поскольку я полностью Ти-тип... Ты Ти? Ти. Я подумал, ох, должно быть, ты потратила много денег. Ты прав, это так. Был такой большой размах. Да, тогда я говорила, не жалеем денег. Давайте не жалеть средств на концерты. Для меня это так. И сотрудники думают точно так же. После концерта на главном стадионе я слышал от друга о том, что сказала ваше агентство «Идри». Ты ваш главный директор аплодировал. И что, ты должен устроить еще один концерт? Вышел, он привел веские аргументы. О, ты знаешь моего генерального директора через друга? А разве не все друг друга знают через друга? Наверное. Я хочу давать концерты. В каком-то смысле концерты лежат в основе творчества артистки Аи. Я считаю, что мои концерты становятся больше и больше. И я вместе с ними расту. Верно, верно. Для меня не было бы смысла не выступать с концертами. Мои концерты должны продолжаться. Верно. И к своему 15-летию ты проводишь фан-концерт. Когда это выйдет в эфир, все уже закончится, да? Верно. Твои концерты известны огромным масштабом. Ты полный группой, а также событиями. Ты даешь и даришь такие вещи. Даю и дарю. На чем бы тебе хотелось, чтобы люди сосредоточились на этом фан-концерте? Прошлогодний концерт проходил на главном стадионе, так как он подходит для большого количества аудитории. Пришло много людей, и не только фанатов. И когда я продумывала сет-лист, я просто пошла со всеми своими хитами. И так как песни были в основном заглавными, мне не удалось выступить с песнями, которые были не так популярны, но были песни, которые я люблю. Или песни, которые нравятся моим фанатам. Есть такие песни. Верно, верно. А на этот раз я исполнила эти песни. Или песни, которые я никогда не исполняла на сцене перед большой аудиторией. И это шоу было для моих фанатов. Впервые исполнила песня «Гавана» на фан-концерте. Я всегда тебя об этом спрашиваю перед твоим концертом. Бесконечный выход на обещание. Бесконечный инкор. Концерт, который дает все. Почему он длится так долго? Я и Псай спрашивал об этом. Он сказал, Теперь уже поздно останавливаться. Я уже начал так, что поздно останавливаться. Почему они длятся так долго? В начале, я думаю, мне просто было жаль. Я чувствую, что сделала не так хорошо, как могла бы. Думаю, все начиналось с того, что мне было плохо. Я начала давать концерты в 21-22 года. Вот как это было тогда. Да, и я не была довольна ничем, что я сделала. Но я устраивала концерты, и люди платили много денег за билеты. Но я не была довольна своим выступлением, и мне было плохо просто отправлять людей домой. Вот почему я возвращалась на сцену и говорила, кто хочет еще остаться ненадолго. Вот так все это и началось. И теперь это стало частью моей концертной культуры. И люди разочаровываются, если я этого не делаю. Это все равно подрежет, но ты не думаешь, что иногда он продолжается слишком долго? Знаю, не нужно это редактировать. Я даже говорила об этом своим зрителям. Потому что если ты отыгрываешь двое или три концерта, на следующий день еще концерты. Я все это учитываю. Если я сделаю слишком много сегодня, то это было бы неприятно людям, которые придут завтра. Поэтому я просто говорю своей аудитории спокойно, что мой голос не в лучшем состоянии, но я бы хотела спеть еще несколько песен. Зрители могут запрашивать песни. Поэтому я прошу их запросить самые легкие из возможных. Скажем, концерт длится шесть часов, а затем зрители... Уходят? Уходят? Конечно, я даже прощаюсь с ними. Пока! Это тебя не задевает? Нет. Я в следующий раз приглашу тебя на свой концерт. Я никогда на них не был, я не знаю. Я никогда на них не был, откуда мне знать? Извини за это. Я всегда в модном наряде перед финалом. И когда этап на бис заканчивается, идут уже титры и включается свет. И люди, которые хотят уйти, могут уйти. А другие могут остаться на третью часть. Это похоже на автор пати. Да, я переодеваюсь в удобную одежду. Я переодеваюсь в одежду, в которой хожу на работу, надеваю кроссовки. И говорю, начиная с этого момента, то, что мы делаем, это не то, что мы можем на самом деле. Я проговариваю это заранее. Это похоже на частную вечеринку. И ты делаешь все это на чистой силе воли. Это завершающая вечеринка. И люди, которым нужно идти, например, школьникам, родители которых ждут их снаружи. Затем я... Говоришь, идите домой. Верно. Детям пора домой. А некоторые делают вид, что это не так. А разве ты не первоклассник? Затем они идут и говорят, до свидания, и уходят. Я говорю, давайте все попрощаемся. И все прощаются. Думаю, у тебя есть связь со своими поклонниками. Да, она есть. Концерты у каждого артиста разные. Когда я был в туре, как только закончился последний песен, все огни загораются. И я иду. На этом все заканчивается. Все идите домой. Когда загораются свет. Они уходят. Обычно в конце группа продолжает играть 20 минут, пока артист уходит. Кричит, ребята, увидимся завтра, но это делают не все. Свет включается, фанаты собирают вещи и уходят. Все закончилось. И они просто уходят. Ну мне кое-что интересно. Ты плакал, да? Плакал, играя на гитаре во время снузи. Почему ты плакал? Ну, это просто... В этом году нам 10 лет. Это песня о том, что я хочу сказать молодым артистам. Плюс, если бы я услышал что-то подобное, когда был моложе, возможно, у меня не было бы такого тяжелого времени. Ну, за песню о том и другом. Ты, кто мечтает о том же, наблюдай за мной. Не волнуйся так сильно, ведь я буду рядом. Не бойся упасть, я поймаю тебя. Прошу, пожалуйста, не испытывай такую же боль, как я. Ты, кто перебивается дремой вместо полноценного сна. Выспись, не думай о важном хотя бы до завтра. Когда ты одаришь меня легкой улыбкой, без слов и щемящих голову мыслей. Все будет хорошо. Я не люблю эмоциональность, когда выступаю. Но в этот день просто так... Все это вылилось. Когда я читал рэп, все будет хорошо. Ты не мог не плакать. Эти слова. И это настроение. Нужно было играть, и я не видел ничего из-за слез. Хочу, когда плачу выглядеть круче. В любом случае. Я просто рыдох. Знаю, что поздно, но поздравляю тебя. Когда я дам еще один сольный концерт, и ты дашь концерт, можем быть гостями друг у друга. Ладно, хорошо. Это обещание. Ты должна увидеть все сама, насколько хорошо поют наши армии. О, правда, я видела видео, где они подпевали. На People Porto. У них потрясающий слух. Я была так удивлена. Но что было удивительно, так это то, что они не перевозбудились. И на моменте... Они на самом деле пели песню четко. Прямо так. Прямо сейчас это было мое счастье. Они были так хороши. Хуэна тоже очень хорошо поет. Нам нужно устроить баттл. Нужно разделить главные стадионы пополам. Посередине. Хуэна, иди сюда. Здесь, здесь, здесь команда Шоги. Команда Айю. Поготовы, команда Шоги? Давайте. Я правда была так удивлена. Хорошо, а теперь давай начнем. О, начинаем? В смысле? Мы начинаем сейчас. Сейчас только начнем? Не только кей-поп, но... Историю корейской музыкальной индустрии нельзя объяснить без рассказа об Айе. Правда? Я серьезно, не нужно смущаться. Это просто факт. Неужели? Ты дебютировала очень молодой. Верно. Когда я рос, ты всегда была по телеку, когда я включал. Да, да. Я была на многих шоу. Дебютной песней Lost Child. Пой немного. Точно, точно. Ты правда ее знаешь. Слово песни? Я их не знаю. Тогда тебе все говорили. Говорят, что на сцене появилась действительно талантливая женщина-артистка. Что для тебя значит песня Lost Child? Lost Child? Я не уверена, как это было у тебя. Но обычно у тебя к дебютной песне смешанные чувства. С этой песней я пережила тяжелые времена. Эта песня я репетировала больше всего. Эта песня правда трудная для исполнения. Я тогда училась в девятом классе. Эта песня была слишком душераздирающей, чтобы девятиклассница пела ее. Я даже не знала, что такое текст. Для девятиклассницы, так или иначе, Lost Child, это как... Любовь и ненависть? Любовь и ненависть. Да, любовь и ненависть. После этого ты выпустила Бу и Маршмеллоу. Верно. Ты стала знаменитостью с песнями Бу и Маршмеллоу. Я начала появляться на шоу. Для всех ты стала младшей сестренкой с песней Гудде. Гуддей, Айю. Начало Айю-синдрома. Вот тогда и началось добавление танцевальных элементов. Смотря назад, сейчас я думаю, что это был правильный шаг. Это поменяло правила игры? Это переход. Тогда, честно говоря, я была такой... Ты вдруг хочешь, чтобы я танцевала? Ты до этого не танцевала, да? Конечно, танцевала. А еще я... Это так странно, что я заикаюсь. Я была ребенком, который всегда танцевал на школьных шоу-талантов. О, правда? Добровольно. Я, я и я выходила. И танцевала. Я даже собрала детей, сказав, кто хочет участвовать в шоу-талантам. И я была лидером. Ты танцевала каверы? Да. И заняла первое место. С какой песней заняла? Ты помнишь? Джей Верлис, я рели лайк ю. Лоп-лоп-лоп. Ты бросаешь конфеты. Для этого нужен такой талант? Я была немного диковатой, когда училась в начальной школе. Но мой характер немного изменился в средней. Есть ли причина? Когда я училась в старших классах начальной школы, у семьи появились проблемы с деньгами. И приходилось менять школу каждый год. Я ходила в три разные средние школы. А когда ты начала быть тренингом? Я была в восьмом классе, когда стала тренингом. Об этом ползли слухи. И иногда я уходила из школы раньше. Поэтому было трудно завести много друзей. Я тогда была каким-то интровертом. И такие песни, как «Бой» и «Маршмеллоу» были не просто милыми. Нужно быть милым каждую секунду песни. Ты вложила всю милоту. Мне пришлось столько подмигивать. Около десяти тысяч раз, прежде чем песня закончилась. И мои наряды были такими модными и красочными. Верно, верно. Я носила огромную заколку в волосах. Когда мы видим девятиклассников, или же десятиклассников сейчас, они выглядят так мило. А тогда в том возрасте... Ты мрачный. Мрачный и капризный. Ты думаешь, что ты взрослый. Именно в этом возрасте ты начинаешь думать, что ты уже взрослый. Так что я не думала, что мне нравится выглядеть мило, и что мне это подходит. Но видя это сейчас, я думаю, что выгляжу мило. Думаю, сейчас ты сможешь исполнять разные жанры. Потому что ты уже это делала. Для меня открылось много возможностей из-за этого. Ты была очень занята, а потом в одиннадцатом году ты выпустила «Hold My Hand», первая песня, которую ты написала. Это была песня к дараме «Лучшая любовь». Она снова поднялась в чертах. Да, она получила много любви. Это была отличная песня. Да. «Hold My Hand» – «Айо». Легендарный клип, благодаря которому песня вернулась на вершину чартов. Есть ли причина, почему ты выпустила песню «Кокост», а не в виде альбома? Дарама называлась «Лучшая любовь». И мой лучший друг тогда, кто до сих пор мой лучший друг, Юинна, снималась там. Поэтому, когда я получила предложение, я правда захотела это сделать. И они были рады принять песню, которую я написала. Когда ты начала писать песню? Со средней школы. Мое агентство просто не выпускало их. Настроение в этом возрасте. В этом возрасте настроение мрачное и меланхоличное. И ты с ним все время идешь. О, верно. Самые ощущения формируются больше всего тогда. Нужно писать в это время. У меня тоже не так много ярких песен. Потому что тогда, зная почему, было тяжелое время. Я могу смеяться и думать об этом сейчас. Но у меня был такой опыт. Есть ли у тебя любимая песня, которую ты написала? У тебя есть такая песня? Когда я умру, в смысле, когда умру от старости? После долгой, здоровой жизни. И вот я умру без печали в возрасте 120. Верно, около 120. Когда я умру, прожив хорошую жизнь, есть три песни, которыми я хотела бы больше всего запомнить. И какими? Hard, Nis и Trude Night. Эти три песни. Когда моя голова лежит у тебя на коленях, как ты это делал, когда я была очень молодой? Зачесывая мои волосы назад. Последние мгновения, которые неизбежно наступят. Надеющиеся сердца Айю будет ярко сверкать. Что Айю хочет сказать? Я тебя люблю. Лично мне нравится Trude Night. Думаю, в этой песне твой голос больше всего похож на тебя. Верно, это правда. Вот почему эти три песни мои любимые. Ты также проделывала совместную работу с прекрасными мастерами. Ян Хи Эйн, Чи Вэ Пэк Хо, Са Таэ Джи. Великие мастера. Как и я, Сэкеи Мью, Хью Ко и Сэлоном. Почему Чи Нэ Джон в этом списке? Фрайдэй! Чи Нэ Джон также и мой друг, который мне очень дорог. У вас было много совместных работ, независимо от возраста и жанра. Было дело. Как ты думаешь, почему? Можешь быть честной? Можешь сказать, потому что я хорошенькая. Верно, потому что мой голос приятно слушать. Я думаю, ты можешь быть более уверенной. Скажи, поскольку я самая известная певица в Корее. Вот почему люди хотят со мной колабиться. Не знаю, как это было для тебя, когда ты работал со мной, но я из тех, кто старается соглашаться с тем, чего хотят другие. Потому что это их песня. Да, потому что их песня. Так что я просто делаю всевозможное. Я думаю, поэтому. Когда старшие артисты видят тебя, да не хайю как артистка. Не только правда талантлива, но также с тобой очень приятно работать. С их точки зрения, я думаю, ты им правда нравишься как человек. Если что-нибудь, что они тебе говорили, и это запомнилось тебе на всю жизнь. Они давали мне столько хороших советов. Но вместо этих вещей было кое-что, что я чувствовала, что я должна иметь в виду. В некотором смысле это были слова, которые ужалили. То, что я сейчас помню, это когда я работала с Ян Хи Ин. И она сказала, не слишком рассчитывай на свой голос. О, в каком смысле? Я восприняла это так. В то время я, возможно, была немного... Думаю, возможно, я использовала маленькие хитрости, когда я пела. В плане техники? Да, да. И потому что Ян Хи Ин, вокалистка, которую я очень уважаю, это сильно на меня повлияло. У меня даже нет слов, чтобы выразить это. Она такая великая артистка. Поэтому я с нетерпением ждала момента много поработать с ней. Но мне кажется, я так старалась, что моя искренность не дошла к песне. Может быть, я пыталась петь только своим голосом, а не со своими эмоциями. И она всё это слышала. Верно. У неё многолетний опыт. И вот тогда в моей голове щёлкнуло. О, я правда пела вот так? Вот что я тогда подумала. Да, есть такие певицы. Возможно, они не очень талантливые в вокале. Но когда ты их слушаешь, ты действительно проникаешься их песнями. Слова идут как история. Да, есть такие люди. И есть певцы, кто хорошо поёт технически. Должно быть, она хотела, чтобы ты нашла середину в этом. Поскольку твоя техника почти идеальна. Может, она это имела в виду. Но на самом деле ты сейчас хорошо поёшь вместе с эмоциями. Я много над этим думала, над этими словами. Мне тогда было 21. Что? Ты была ребёнком. Прошло 10 лет с тех пор. И я думаю, что её слова действительно направили меня. Тот факт, что она сделала совместную работу молодой певицы, который 21, удивительный. Она сделала это для меня. Если честно, я получала много любви от старых артистов. Они помогали мне с моей музыкой. Хотя у меня был период, когда меня никто не знал. Но в некотором смысле, я думаю, мне было очень легко. Ну ладно, я бы не сказал, что это было легко. Они, правда, давали мне такие хорошие советы и работали со мной. Поэтому я стараюсь передать всё это молодым артистам. Передать им. Думаю, это здорово. За то, что я получила. Я тоже об этом много думаю. Когда я впервые начал работать и думал о том, как обстоят дела перед моим дебютом, мне очень не хотелось, чтобы молодые артисты столкнулись с подобной обстановкой, с которой сталкивался я. Я не знаю, как сейчас обстоят дела. Я давно не был на телике. Я тоже. Эти двое превращаются в мудрые деревья. В 15-м году в возрасте 23-х лет ты начала возрастную серию. Корея сейчас использует международный возраст. Да, это дилемма. Чем ты теперь планируешь заняться? Чем планируешь заняться? Будешь также продолжать возрастную серию, да? Конечно. И будешь использовать международный возраст? Нет, я буду использовать свой корейский возраст. Мой следующий альбом будет первым в мои 30 лет. Я немного думала об этом. Но это значит, что мне придется вернуться назад. Верно. Я много об этом думала. Я предполагал, что ты будешь об этом думать теперь, когда мы используем международный возраст. Айю в юности. Айю в свои 20 лет. И вот Айю за 30. Оглядываясь назад, что ты больше всего помнишь о подростковом возрасте Айю? Когда я была подростком, думаю, в подростковом возрасте я с головой ушла в работу. Когда я думаю о тебе как о подростке, я думаю только о том, как усердно ты работала. Не знаю почему, вот что я помню. Например, ты всегда ходила на мероприятия. Да, я была на многих мероприятиях. Я участвовала во многих радиошоу. И было много. И прямые эфиры. Но есть чувство ностальгии в подростковые годы. Думаю, мои подростковые годы сделали меня тем, кто я сейчас есть. Вся тяжелая работа, которую я проделала, тогда заставила меня сильно повзрослеть. Когда я был подростком, я еще не дебютировал. Я просто делал музыку. Я был рэпером и стэгом. И работал и звукорем, и продюсером. У меня много воспоминаний о булочных выступлениях. А что насчитаю в 20 лет? Я продолжала много меняться. И также меняться внутренне. Мои ранние, средние и поздние 20 лет. Я помню их всех. Это было динамично. И моя личность тоже сильно изменилась. Думаю, я больше всего изменилась в свои 20 лет. Мои 20 лет были как твои подростковые годы. Мне пришлось погрузиться в работу в 20 лет. От нашего дебюта до начала пандемии, все, что я помню, это работа, работа, работа. Свои 20 бежал вперед. Все, что я делал, это работал в тот момент. Было весело. Я был так счастлив. Мне также иногда было страшно. Но именно такими были мои 20. Теперь, когда у тебя уже за 30, как ты думаешь, что изменилось? А как это было у тебя? У тебя что-нибудь изменилось? У меня? Я стал более спокойным. Все говорят об этом. Но даже на середине 20 лет я не был таким. Мои глаза в прошлом были вот такие. В те времена он был потерянным котенком. Друзья, которые случайно столкнулись со мной после того, как я стал старше, все говорят одно и то же, что тогда я выглядел устрашающе. Я никогда не относился к людям страшным образом. Как ты знаешь, я очень внимательный больше, чем люди думают. Я всегда говорю официально и стараюсь быть внимательным к людям. Но людям могло казаться, что я холодный. Это понятно. У меня так же. Мои первые впечатления о тебе и твоем образе, которое у меня сложилось, постепенно начало изменяться, когда я узнал о тебе лучше. Не думаю, что я делаю хорошее первое впечатление. Я знаю это. Каково тебе в 30 лет? Ты этого ждала? Верно. И вот тебе, наконец, за 30. Все началось намного лучше, чем в мои 20 лет. В чем-то я стала мягче, как и ты. Но есть и такие вещи, как, например, не обязательно принимать это. Такие вещи. Я понимаю. Я очень ждала своего 30-летия, потому что я дебютировала в 16. Так что это похоже на то, что я работала в течение 10 лет, но мне было всего 25, а со мной общались, как с маленькой девочкой. Ты дебютировала в таком молодом возрасте? Когда я разговариваю с людьми, которые дебютировали в молодом возрасте, мы прошли то же самое. Я понимаю. Люди отмахиваются от меня. Такие мысли. Я знаю это чувство. Я чувствовала, что мой опыт не был признан из-за юного возраста. И вот почему для меня мои 20 чувствовались очень долгими. И тогда я думала, когда же это закончится? Я уже в подростковом возрасте испытывала то, что испытывают люди в 20 лет. Так что в 16 мне уже хотелось, чтобы было 20. Ты испытывала в подростковом возрасте то, что люди испытывают в 20 лет? Когда мне исполнилось 20 лет, мне все еще было 20. Я чувствовала, что мои 20 длятся слишком долго. Но однажды мне исполнилось 30, и я почувствовала, что моя карьера и возраст наконец уравновесились. Синшенизировалась? Да, да. Потому что куда бы я сейчас ни пошла, нельзя сказать, что 30 это молодость. Нет, это еще молодость. Нельзя сказать, что он молодость. Просто больше не ребенок. Никто больше не может относиться к тебе, как к ребенку. В общем-то, как-то так. Как будто ты начинаешь... Это кажется правильно. Чувствую синхронизацию. Теперь мой голос стал ниже на тон, когда я работаю. Ты пытаешься быть серьезным. Да, кажется, я пытаюсь быть серьезным. Я могу делать... О, да! Работая дальше... О, да! И спрашиваю, сколько времени это займет. Мой голос становится глубже. Но я думаю, что сейчас мне это нравится. Теперь, когда тебе уже за 30, чем бы ты хотела заниматься? В мои 30? Когда мне было 20, у меня был распланирован каждый день. Я планировала каждый день, постоянно. Мой план сейчас больше этого не делать. Это тоже план. Я не хочу так прожить свои 30 лет. Я выпустила свой альбом «Лайлак» в 29 лет. Это похоже на альбом с заявлением о намерениях. Это последний раз. Это последний раз, когда я буду работать как настоящий игрозависимый. Прощайте, мои 20! Вот о чем этот альбом. Сирене означает воспоминания молодости. Так, в мои 30 лет я хочу, чтобы люди говорили... Что ты непринужден. Да, что я выгляжу непринужденной и хорошо уравновешенной, как все и должно быть. В разуме и теле и во всем. Даже если меня унесет, и я потеряюсь, я свободна. Я не буду закрывать глаза в темноте, которая меня запирает. Заявление 30-летней Ли Джинь. Даже если я снова потеряюсь, я знаю. Путь назад. Ты можешь немного это все отпустить? Потому что это была одержимость. Верно. Я еще не могу отпустить. У меня слишком много дел в расписании. Я сегодня сюда пришла на шучвету, потому что даже после того, как вы уйдете на службу, вы хотели дать своим поклонникам контента. Это то, что вы хотели сделать. Да, именно поэтому я это делаю. Это так здорово. Дело в том, что ты планировал это и готовился к этому. С точки зрения фаната, знаешь, я была бы так благодарна и счастлива, так что поэтому я сказала, хорошо, я сделаю это. Для меня, я думаю, что если бы не фанаты, которые следили за мной и любили меня, то я бы давно бы ушел. Но около двух лет назад я начал думать, что хочу состариться вместе со своими фанатами. Возможно, у меня не будет новых поклонников. Я могу быть не таким горячим, как раньше. Но я хочу состариться вместе с людьми. Ты был со мной, когда мне было 20. Вместе с ним. Вместе! Ты завоевала меня. Я мечтаю, когда вновь увижу тебя. Я понял тебя. В этой темной ночи. Свет, который мы увидели друг в друге, говорил то же самое. Звездный свет, который ярко светит темной ночью. Ночь, когда BTS были в самом темном месте. Самый яркий звездный свет, озаривший BTS. Все посмотрите вверх! Когда я увидела, как ты плачешь на концерте, я думала, что это так круто. Почему? Это означает, что ты был полностью в этом моменте. Ладно. Я думаю, все понимают момент, но они умеют сдерживать свои эмоции, и мне просто не удалось этого сделать. Это моя мечта. Плакать во время концерта. Ты же много играешь. Да. Уверен, это будет возможно. Это было бы актерством. Это не то, что я имею в виду. Можно глаза чем-то намазать. Не веду себя так, будто мне грустно, или думаю о грустных мыслях. Я просто хочу чувствовать то, что ты чувствовал. Это... Это потрясающий момент. Это будет момент, который ты никогда не забудешь. Верно. Но когда я выступаю на сцене или что-то еще, я продолжаю думать. Здесь я могу ошибиться. В этой части я так репетировала. Это то, чем я занимаюсь. Думаю, поэтому я не могу заплакать. Ты нервничаешь на концертах? Конечно, я нервничаю. Когда занимаешься этим так долго? Я вообще не нервничала, когда только дебютировала. Во время дебютного шоу-кейса я была как... Нервничать? Что это? Я помню, как выходило так. Но с тех пор, как мне исполнилось 20 лет, примерно через 7 лет после моего дебюта, именно тогда я начала нервничать. Из-за больших ожиданий? Может быть, и поэтому. Но ты бесстрашнее, когда молод. И становишься более боязливым, когда становишься старше. Для меня во время тура мне просто не терпелось выйти на сцену. Я так долго готовился к туру. Я думал, однажды я поднимусь и покажу всем, что приготовил. Не могу дождаться, чтобы подняться наверх. Я спрашивал молодых артистов, вы нервничаете на сцене? Может быть, потому что не полностью готовы? Ты мне это говоришь? Ты не молодой артист, ты дебютировал раньше меня. Уверен, ты старалась на полное. Хорошо. Как долго мы записываемся? Час и сорок минут. Хорошо, это в самый раз. Какого тебе? Чем отличается Шичита от Палит Раэль? Здесь правда удобно разговаривать лицом к лицу. И это здорово, что у тебя здесь есть суфлер. Чешет голову. Что? А у тебя его нет? Нет у меня карточки-подсказки. И мы сидим рядом. Но сидя лицом к лицу, ты можешь видеть гостей, которых ты принимаешь. Я смотрю на весу. Да, ты не совсем смотрел мне в глаза. Я как бы смотрел на твое весо. Я думала, куда он смотрит, и обернулась посмотреть туда. Вообще, я смотрю сюда. Смотрю прямо перед собой. Ну, в любом случае, Шичита была комфортной. И я так много говорила. Даже не смогла ничего съесть, что для меня приготовили. Да, хотел сказать, чтобы ты поел. Можно забрать еду домой? Да, конечно. Мне здесь всё нравится. Скоро человек, забравший еду домой. Последний официальный вопрос Шичита. Даже если это не что-то грандиозное. Есть ли мечта у Айу или Ли Джин? Чего бы вы хотели достичь? Хочу быть тем, у кого будет длинный путь. Я тоже. Это самое... Хочешь петь маршмеллоу, когда будешь ходить с трости? Я должна убедиться, что мне не будет нужна трость. Должны быть, у тебя были мечты, когда ты дебютировала в 16. Все ли они сейчас сбылись? О, они сбылись давным-давно. Всё, о чём я мечтала. Тогда у меня не было хороших мечтаний. И сейчас мои мечты не такие грандиозные. Я просто хочу продолжать делать то, что делаю в течение долгого времени. Думаю, ты будешь это делать ещё долго-долго-долго. Никто тебя не заменит. Эй! Они рождаются, пока мы разговариваем. Это 30-летняя Ай-Ю, которая хочет соревноваться с новорождёнными. Они сейчас рождаются. Имя Ай-Ю происходит от Ай и Ю. Это значит «ты и я». Через мои песни и музыку мы с тобой можем стать одним целым. Вот что это значит. Надеюсь, что Ай-Ю вырастет хорошей и станет потрясающей дивой. Давайте подарим ей аплодисменты, и она споёт для нас. Спасибо. 16-летняя девочка, поющая перед 200 людьми, сейчас поёт перед 80 тысячами. Друг, который всегда был рядом с Ай-Ю. Интернет. Спасибо, что была на передаче. Я поставлю это туда. Я знаю, насколько ты занята. Спасибо, что пришла. Вот так всё и заканчивается. Это конец? Мы не прощаемся. Мы этого не делаем. Вы не делаете? Могу просто снять микрофон и уйти? Да. А давайте, давайте сфоткаемся. Подруга 93-го лайна Ай, давайте будем друзьями долго. В детстве я смотрел Dream High. Мне было интересно, есть ли, правда ли такая школа в Сеуле? Как школа искусств Джерин? Да. Я думал, что есть. Тогда я учился в средней школе, кажется. Не могу поверить, что ты смотрел Dream High. Хей. Ты ведь знаешь, что я не был окей, да? Хей. Знаю, знаю. Слушай фанфики по BTS без регистрации и смс. На моём втором канале Зося. Озвучка фанфиков. По ссылке в описании.